На томских кортах не утихают теннисные баталии. В нашем городе проходят соревнования, рассчитанные на все категории любителей тенниса – спортсменов разного пола, возраста, уровня мастерства. Очередным стартом стал второй этап Кубка Теннисного Клуба Чемпион в личном разряде категории Челленджер, которая объединяет спортсменов-любителей, уже имеющих достаточный игровой опыт. На грунтовые корты вышли и мужчины, и женщины. Причем представительницы прекрасного пола играли не отдельно, а в общей группе сильной половины человечества. Теннис приходится расти, развиваться. Ставишь себе планку, достигаешь, и потом ощущение эмоций сильнее. Да и к тому же многие в теннис приходят как раз не за золотыми медалями, а за другим. Да, я играю для удовольствия, конечно, в первую очередь. И хочется даже, знаете, главное не медаль для меня, а качество моей игры. Мне нравится, если я хорошо ударила, если я технически хорошо выполнила удар, вот кайф получишь от игры. Поэтому есть разница, с кем играть. Иногда сыграешь и выиграешь, но недоволен собой, игрой, как-то все не так шло. Бывает, проиграл, но чувство удовлетворения испытываешь от того, что качество игры было хорошее. На этом турнире девушки не смогли пробиться в число призеров. Тем не менее, они показали и характер, и упорство, и хорошую игру. С девчонками играть, на самом деле, мне кажется, сложнее, чем с мужчинами. Они более стабильные, более стабильные, не знаю, дисциплинированные больше. А уж если их недооценишь, то все туши свет. Все, сразу можно прощаться с надеждами на победу в турнире. Сам Александр Есипенко надеялся на победу на соревнованиях, хотя, как и все остальные участники турнира, он теннисом профессионально никогда не занимался. По профессии Александр психолог. Какие-то секреты, именно психологические, но уже теннисные, вы на кортах открыли для себя? Я пользуюсь одним инструментом. Каждый розыгрыш играть, ну, как последний, грубо говоря, не вспоминая о том, что было до этого. Допустим, если я сыграл неудачный мяч, я стараюсь его забыть и играть, как будто я только начал. И такая тактика приносит на мячу свои плоды. Теннисист-психолог на соревнованиях был одним из лучших. Александр Есипенко стал обладателем серебряной медали. Бронзу завоевал Михаил Клюев. А чемпионом турнира стал Павел Шевченко. Ну и, конечно, все участники теннисных состязаний получили новый игровой опыт, заряд бодрости и здоровья.